Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 ноября. Житие преподобного отца нашего, Феодора Студита. В Константинополе проживал некогда богатый и благородный человек по имени Фатин. Женатый на одной благородной женщине по имени Феоктисти. Оба они были благочестивы и боялись Бога. От них и родился блаженный Феодор. Родители, просветив его святым крещением, воспитывали его в добрых правилах и отдали в книжное обучение. С восторением нечестивого царя Константина Капронима стала распространяться иконоборческая ересь, и было воздвигнуто сильное гонение на православных. Вследствие этого Фатин, отказавшись от занимаемой им важной государственной должности, посоветовавшись со своей супругой, раздал все имение и отрехшись от мира, посвятил себя вместе с феоктистой иноческой жизнью, в которой они ревностно подвязались до самой кончины. Блаженный же Феодор, обучившись еленской премудрости, сделался выдающимся оратором и превосходным философом, и припирался с злощастивыми еретиками о православной вере. Он настолько был сведущ в божественном писании и догматах, что еретики никогда не могли противостоять ему. После смерти злощастивого царя Константина Капронима на престол вступил сын его, Лев, также иконоборец, но он царствовал недолго и вскоре умер. После него на престол вступила супруга его, Ирина, вместе со своим сыном Константином. Нася имя, означающее «Мир», она и на самом деле водворила в церкви «Мир» и прекратила иконоборческую смуту. Она собрала множество преподобных отцов и вместе со святейшим патриархом Тарасием создала в Никее Седьмой Вселенский Собор, на котором, отвергнув нечестивые учения еретиков, снова установила, как то было прежде, почитание божественных икон и поклонения им. Собравшихся на собор отцов было более трехсот. В числе их присутствовал преподобный Платон, который первоначально подвязался на горе Олимпе. Он был блаженному Феодору дядей по матери. В нем жил Дух Божий, и как человек, начитанный в божественных писаниях и искусный витие, он был полезен для всех. По окончании собора Платон захватил с собой блаженного Феодора и с ним двух его братьев, Иосифа и Ефимия, изъявивших желание принять иночество. Удалившись с ними, он пришел в одно уединенное место, называемое Сакудион. Местность эта была весьма прекрасна и благоприятна для ищущих безмолвия. Находясь на горе закругленная и ровная, она была окружена различными высокими деревьями, имела вкусную проточную воду и единственный доступ по небольшой тропинке. Платон и его спутникам. Место это весьма понравилось. Они поселились там и вскоре построили церковь во имя святого Яна Богослова. Когда число братьев стало умножаться, Платон устроил монастырь. Блаженный же Феодор, будучи им же пострижен в чин инока, более других умерщвлял плоть свою подвигами и постом. Получаясь в смирении, он выбрал для себя самые тягчайшие и низшие труды и послушания. И многим казалось удивительным, что сын богатых и благородных родителей, воспитанный в неге и покое, подвергает себя столь суровым подвигам. Рубит дрова, носит воду, копает землю виноградники, перетаскивает камни. И трудно, и усердно исполняет и иные подобные послушания. Например, часто занимается переноской навоза в виноградник для удобрения земли. В то же время святой помогал в работах слабейшим братьям, больным телом, и был для всех слугою. И был он еще по печенье о том, дабы все свои помышления и поступки исповедовать своему отцу духовному, святому Платону. С любовью приходя к нему, Федор исповедовал и усердно принимал от него наставления. Он постоянно отделял для себя от каждого дня часть времени для богомыслия, дабы, предстоя единому Богу, вдали от всего мирского и суетного, совершать ему некое таинственное служение. Но добродетель его не могла утаиться, ибо сами слезы, которые изобильно истекали из его глаз, были несомненным доказательством многих его добродетелей. Воздержание святого было дивно и разумно. Он не уклонялся от пищи и в то же время не отягощался его желудка, но искусно сокрушал главу тщеславного змея. Он не постился более установленного для всех братьевремени. Но когда все находились на трапезе, тогда и он сидел и ел вместе с другими. Но при этом он скушал весьма мало, сколько требовалось лишь для того, чтобы удовлетворить самые необходимые телесные потребности. И в то же время старался вскрыть от других свое воздержание, дабы не узнали, что он почти совсем не принимает пищи и не показывался людям постящимся. Всему его обычаю многие соревновали и, насколько возможно, старались подражать. Из числа таких были следующие. Иосиф, брат его по плоти, который впоследствии за свою добродетельную жизнь был поставлен пастырем Солунской церкви. И Фимий, другой его брат, затем Афанасий, Навкратий, Тимофей и многие другие испостников, кое последуя образу мыслей и поведение Феодора, преуспевали в добродетелях. Преуспевая в непрестанных подвигах молитвы и богомыслия, блаженный Феодор имел великое усердие к чтению душеспасительных книг. Прилежно он прочитывал Ветхий и Новый Завет и творения Святых Отцов. В особенности он любил читать творения Святого Василия Великого. Которые были как бы пищей для души его, и от которых он получал великое духовное наслаждение. Закон, оположенный Святым Василием, правилами и устава иноческой жизни, он тщательно хранил, не приступая и одной черты в них. Те же, которые не соблюдали их правил исключительно до малейшего постановления, он считал не иноками, а мирянами. Видя блаженного Феода Россияющим в столь добродетельной жизни, преподобный Платон чрезвычайно радовался за него. Решив почтить святого Феодора священным саном, он отправился с ним в Византию к святейшему патриарху Тарасию, который и рукоположил Феодора в сан пресвитера, не столько по его доброй воле, сколько по понуждению. И во блаженность, считая себя недостойным, не желал принимать на себя такого сана и говорил, что он выше сил его. Но, будучи не в силах противоречить воле своего духовного отца Платона и патриаршей, а более всего божественному изволению, он повиновался и принял священство. Вернувшись затем в монастырь, преподобный устремился к еще большим подвигам и трудам, которых невозможно и описать. По прошествии нескольких лет преподобный Платон, став немощным следствием многолетней и утружденной старости, решил сосложить в себя начальствование над монастырем и пожелал, дабы после него власть принял блаженный Феодор. Он часто говаривал об этом последнем, умоляя и наставляя его, дабы он облегчил бремя отца своего и согласился быть начальником в монастыре. Феодор в тяжечке отказывался от власти, лучше соглашаясь сам жить под начальством других, нежели начальствовать над другими, полагая, что легче и для спасения полезнее получать наставление от других, нежели самому наставлять кого-либо. Преподобный Платон, видя, что Феодор не оказывает повиновения в этом его желании, придумал следующую хитрость. Он слег в постель, как бы больной, да он и в действительности был слаб, и, создав всю брачу, сообщил о себе, что он чувствует приближение своей кончины, а затем спросил, кого они желают после него иметь своим настоятелем, кого они считают наиболее способным для этого. Преподобный знал, что они не иного, кого пожелают иметь своим настоятелем, как только Феодора, ибо все любили его и почитали за великие его добродетели. Так и случилось. Все единодушно отвечали, «Отче, после тебя над нами, игуменом, да будет Феодор». Платон немедленно передал всю власть Феодору, и блаженный Феодор не мог противиться желанию всей братьи, и вопреки своей воле принял власть в 794 году. Вместе с тем он поднял на себя еще большие подвиги, являясь образцом для всех, уча словом и делом, и исправляя нарушения иноками уставов, ибо некоторые тогда не стали соблюдать иноческих правил, особенно обетов, нестяжательности и нищеты. Соболезную относительно таковых, блаженный Феодор поспешил поскорее исправить их к лучшему и оказать пользу и остальным окрестным инокам. Если же некоторые роптали на него, то он не обращал на то внимания, ибо не на то он взирал, что о нем говорят ропщущие, но заботился о том, дабы деятельность его сделалась угодной Богу. Впоследствии ропотники, приходя в страх Божий, исполняли волю преподобного и открывали свои помыслы ему. Внимательно рассматривая их, он подавал каждому соответствующее врачевство, ленивших, возбуждая их подвигу, усерднейшим же, усерднейшим же, несколько ослабляя их подвиг, дабы они не изнемогли под временем подвятых трудов. Но благовременно теперь описать и страдания святого, которое он перенес по ревности о Боге и о законе Божьем, дабы нам узреть мужественное терпение Феодора в скорбях. В то время царь Константин, сын благочестивой царицы Ирины, пришедший в возраст, устранил от царского престола свою мать и сам стал управлять царством. В октябре 790 года, когда Константину было 20 лет, будучи молод и развращен, он предался излишеству в страстях и любодейству. Вследствие этого он задумал прогнать свою супругу Марии, и Филой заставил ее пострижься в иночество. Вместо нее он взял себе другую жену по имени Феодофию, которая приходилась родственницей его отцу. Первой супругой Константина была Мария, внука праведного Филарета Милостива, княжна из города Амнии, армянского племени. Константин вступил с ней в супружество по воле своей матери. Второй брак императора с Феодофией, бывшей до того времени придворной дамой, был заключен в 795 году. Святейший же патриарх Тарасий не одобрял этого прелюбодеяния царя и не хотел благословить их брак. Но один пресвитер по имени Иосиф, который был экономом Великой Церкви, нарушив божественные законы и ослушавшись патриарха, согласился совершить над ними таинство брака. За сию преступную дерзость, как о том покажет последующая речь, он вскоре после того восприял достодолжное возмездие. Патриарх стячески старался расторгнуть этот прелюбодейный царский брак, но не мог, потому что царь грозился вновь воздигнуть иконоборческую ересь, если ему запретят этот брак. Посему патриарх предоставил царю оставаться в его брачном союзе, дабы не постигла Христову Церковь сильнейшее зло. Это беззаконие, начавшееся с царского чертога, распространилось повсюду, не только в ближайших городах, но и в далеких пределах. Также стали поступать князья и вельможи, живущие при Босфоре и среди готсус, и правители прочих областей, прогоняя от себя своих жен и по принуждению постригая их выночество, а вместо них избирая себе других и прелюбодействуя с ними. Услышав об этом, блаженный Феодор скорбел душою и тяжко воздыхал о таковых, явно соделываемых в грехах, опасаясь, дабы это прелюбодействие не стало обычаем, беззаконие не стало бы впоследствии на место закона, и закон Божий не был бы разрушен. Воспламенившись ревностью о законе божественно, Феодор отправил ко всем инокам послание, сообщая о царском беззаконии и увещевая считать царя отлученным от церкви Христовой, как разорители закона Божия и соблазнители многих. Слух об этой ревности и смелости Феодор распространился повсюду, так что о том узнал и сам царь и разгневался на преподобного. Но считая Феодора за мужа праведного, у всех стяжавшего большую славу и почесть, он открыто не обнаруживал своего гнева и первоначально хотел склонить его на свою сторону ласкою. И вот он приказал своей прелюбодейной супруге, дабы она отправила от себя к святому множество золота и спрашив молитв за себя и за свой род. Но святой не принял золота и прогнал посланных, как потворствующих беззаконию царя. Тогда царь изобрел другое средство. Он предпринял как бы по некоторой необходимости, а в действительности же для того, чтобы побеседовать с Феодором и склонить его на свою сторону, путешествие в ту местность, где жил преподобный. Царь предполагал, что Феодор с братьями встретит его и воздаст подобающую ему честь. Когда царь проходил мимо монастыря, того ни преподобный, ни один из братьев монастыря не вышел к нему навстречу. Но запершись, они пребывали в молчании. Когда же царские слуги стали стучать в ворота, никто не дал ответа. Тогда царь еще более раздневался, и вернувшись в свои палаты, послал немедленно в монастырь преподобного некого сановника с воинами, приказуя подвергнуть святого и прочих единомышленных сними иноков различным мучениям, с побоями выгнать из монастыря и отослать в заточение. Постанный, отправившись, внезапно напал на монастырь и схватившись всех там находившихся, начиная с преподобного Феодора, немилосердно мучил, так что от ран их отделялись куски тела и обогрялась кровью земля. После этих мучений он отослал преподобного в Солунь на заточение и с ним одиннадцать начальствующих в монастыре отцов, которые, сострадая преподобному, доблестно претерпевали с ним узы и скорби, радуясь тому, что они подвергнуты мучениям и изны правды ради. Это было в семьсот девяносто шестом году. Херсонесский и босфорский пресвитеры иноки услыхав о твердости Феодора и находящихся с ним иноков и об их страданиях весьма об этом сожалели. И подражая им, стали также говорить о беззаконии царя и противлении его церкви, почему многие из них потерпели изгнание. Находясь сам в заточении, блаженный Феодор писал к другим изгнанным за то же и находящимся в заточении, укрепляя их и вещевая, не ослабевать в подвигах, не изнемогать в скорбях, но еще более мужаться и страдать за истину. Он писал также и к папе Римскому. Папа Римским был в то время Лев Третий, 795-816 годы, уведомляя его о том, сколько из-за чего перенес он страданий от беззаконствующего царя. Папа со своей стороны отвечал ему, восхваляя терпение его и ублажая его ревность о Боге и непоколебимое мужество. Бог же не умедлил отмстить царю за невинное оскорбление своих рабов. Он лишил его и жизни, и царства, и злой царь погиб злой смертью. Мать и бояре, восстав на него, выкололи ему глаза, и он вскоре от болезни умер. Это было 19 августа 797 года. После его смерти, когда Ирина вновь вступила на византийский престол, всех возвратили из заточения, и блаженный Феодор был призван в царь Град из Солуни, и как Христов исповедник, был весьма почтен патриархом и царицем. Тогда вышел помянутый пресс-фитер Иосиф, дерзнувший благословить беззаконный брак царя, был осужден согласно правилам святых отец, лишен пресс-фитерского сана и отлучен от церкви. Святой же Феодор возвратился в свой монастырь, и все радовались его возвращения и спешили взглянуть на него, утешаясь, что такой ревнитель закона Божия, претерпевший за правду мучения и изгнания, снова возвращен к своей пастве. Преподобный, собрав всех своих расточенных духовных овец, по-прежнему пас их, проводя богоугодную жизнь и святя всем, как свеча на подсвечнике, своими великими добродетелями. По прошествии нескольких лет случилось нашествие на греков, агарян, которые стали опустошать и захватывать в свои руки области Греции. Агаряне – это мусульмане, арабы, которые назывались так по имени Агари, матери Измаила, от которого и произошло племя арабов. Арабы в то время, пользуясь частыми путями, смутами при византийском дворе, делали опустошительные набеги на пределы Византийской империи. Спрашась их, многие тогда бежали в укрепленные города. В это время и преподобный Феодор, не предавая себя и своих иноков на добровольное страдание, но последует сказанному «Укрыйтесь на малое время, доколе пройдет гнев господень». Исаия 26.20 Покинул Сакудион и пришел с братьев в Константинополь. Его приход приятен был для пастарицы и патриарха. Они обрадовались ему и упрашивали его принять управление студийским монастырем и устроить в нем наилучший порядок жизни. Здесь уместно вспомнить и о происхождении этого монастыря. Некогда из Рима пришел в Константинополь один благородный и влиятельный человек, который был почтен цаном патрицией и проконсулом. Патрициями назывались в Римской Восточной Византийской империи лица высшего сословия, соответствующие нашему родовитому дворянству. Проконсулами назывались наместники императора в провинциях и областях. Он создал большую и прекрасную церковь во имя святого Иоанна Преттечи и устроил при ней монастырь. Призвав из обители неусыпающих иноков он упросил их жить в его монастыре и соблюдать весь свой устав. Пояснение. Монастырь неусыпающих был основан в V веке в Константинополе преподобным Александром, умершем в 430 году, по смерти которого иноки этой обители переселились в Вифинию. Имя тому человеку было Студий. От его имени монастырь получил свое наименование и стал называться Студийским. В нем иноки жили до царства не императора Капронима, соблюдая устав неусыпающих. Но злощастивый Капроним возмутил иконоборством церковь Божия, изгнал из Византии всех иноков и Студийский монастырь опустел. После погибели этого злощастивого царя и по прекращении гонения иноки снова стали жить в предстудийской церкви, но в небольшом количестве. В то время, когда преподобный пришел в Царьград к своей братью, в монастыре оставалось только 12 иноков. По просьбе царицы Ирины из святейшего патриарха Тарасия преподобный Феодор принял в свое управление Студийский монастырь и стал в нем жить. Убедившись, что это место удобно для пребывания иноков, он возобновил и расширил монастырь и собрал множество братьев. К нему приходили иноки и других монастырей, желая жить у него и иметь его для себя наставником и учителем. Преподобный всех принимал по-отечески и нелицемерно всех любил. У него все были равны, всех он любил одинаково и одинаково имел обо всех по течению. Он знал, что образ иноческой жизни один и тот же, где бы кто в него не облегся, как одна и та же благодать крещения, где бы кто ей не сподобился. Но сообразно с добродетелями иноков им бывают и различные воздаяния. Ученики же сего преподобного отца весьма преуспевали в добродетелях. И так как слава святой их жизни распространялась повсюду, то многие приходили к ним в монастырь, желая соревновать их подвигом. Их число иноков быстро умножалось, так что достигло до тысячи человек братьей. Ввиду такого множества своих учеников и невозможности одному досмотреть за всеми и распознать поступки, слова и помышления каждого, преподобный, как второй Моисей, назначил начальников из тех иноков, которых он считал за разумнейших, опытнейших и наиболее подвязающихся в добродетелях. Каждому из них он дал соответствующее наименование одному эконома, другому экресиарха, третьему надзирателю за благочинением, церковным и т.д. Святой составил то же и правило касательно того, как каждый из них должен исполнять порученные ему послушания, начиная с первых и кончая последними. За проступки же он установил эпитемии, для одних известное число поклонов, для других усиленный пост, и за каждый проступок соответствующее наказание. Если бы кто не достоял божественной службы или развил его посудину, или по небрежности бросил что-либо, или нерадиво что сделал, или чем-либо оскорбил брата, или по необузданности языка сказал какие-либо лишние слова, или громко засмеялся, или некротко и несмиренно ходил, или разговаривал за трапезой, не слушая душеполезного чтения, или возраптал по поводу пищи, или бесстыдно и дерзко бросал туда и сюда взоры, или иное что подобное сделал. Для всех таковых братьев преподобный Феодор и назначал эпитемии соответственно их проступкам. При этом преподобный установил в своей обители общежитие, дабы никто не называл ничего своим, но все было общим. Общая пища, общая одежда, и каждая вещь общая. Преподобный заботился также и о том, чтобы иноки его не часто выходили из монастыря в город для монастырских потребностей, ибо он знал, какие опасности угрожают иноку в городе вследствие общения с мирянами и мирских бесед. По этой причине он пожелал устроить внутри монастыря занятия всякими ремеслами. Братья студийского монастыря стали обучаться различным ремеслам, одни плотничному ремеслу и строительству, другие кузнечеству, третье портняжеству, четвертое каменотесному ремеслу, словом всякой потребной для монастыря работе. Но, простирая руки на дело, они всегда в устах имели молитвы Иисусову и псалмы Давида. Слава о таком порядке студийского монастыря, законоположениях и уставах его распространилась повсюду, и многие другие монастыри не только по окрестным городам, но и по далеким странам приняли студийский устав и соблюдали его, а иные соблюдают и до ныне. Преподобный написал также немало весьма душеполезных книг и составил похвальные слова на господские и богородичные праздники, почтил прекраснейшими песнопениями святого Яна Крестителя, составил многие каноны и три песницы, и как бы наполненные водами премудрости река, напоил и усладил церковь Божией струями своих учений и песнопений. Кроме устава преподобным Федором Студитом написано много других сочинений, главное направление которых назидание души во спасение. Преподобный Феостерикт, один из близких Федору по времени учителей церкви, наименовал его пламенным учителем церкви. Преподобный писал слова, оглашения, письма к разным лицам, эпиграммы, жизнеописания. К числу догматических его сочинений относится догматическая книга об иконах против иконоборства, всем глав против них же, и многие из писем, изображающие историю иконоборства. Затем сочинение преподобного заключает в себе увещание «Вести жизнь христианскую». Из каковых сочинений известны два катехизиса. Большой из них 254 наставления, и малый из 134. Эти наставления и увещания преподобный произносил сам братьям, каждый приспособляя ко дню. Кроме того, от преподобного Федора остались книга с похвальными словами на господские праздники, на праздники Богоматери, Иоанна Претечи и апостолов, о жизни подвижческой нескольких глав эпиграммы и имбические стихи, коими написаны книга о сотворении и о падении Адама, братоубийстве Каина и Инохи, Ноя и детях, и гимн святому Иоанну Претечи. Далее следует канон и три песницы со стихирами, включенные в состав постной тревоги. Между тем, византийский престол незаконно занял Никифор мучитель, насильственно неизвернул с престола благочестивую царицу Ирину. Он царствовал с 802 до 811. Царство не Ирины, он был хранителем государственной казны. В то же время скончался святейший патриарх Тарасий. После него на престол патриарша был возведен человек добродетельный, достойный такового сана, который был одноименен новому царю, премник Тарасия, святой Никифор I, исповедник. Управлял патриаршей кафедрой 806-815, умер в 826 году. Тогда снова начался раздор церкви, ибо царь своей власти приобщил к церкви вышеупомянутого отлученного Иосифа и повелел, дабы ему было возвращено право священно-действования. Насколько то было возможно, патриарх сопротивлялся царю, но когда увидал его жестоко разгневавшимся, убоялся, дабы вся церковь не претерпела от него жестокого гонения, подобно тому, как претерпела она много зол от прежних царей. И принял Иосифа в общение, хотя и против своего желания. Царь же сделал это назло преподобному Феодору, раздражая его, ибо он понимал, что преподобный не перенесет этого, что и случилось. Феодор обличил царя, как причинившего насилие церкви, своей мирской властью, вводящего в церковь того, кого святейший патриарх Тарасий со всем своим причинам отлучил. Царь весьма разгневался на преподобного Феодора и отправил ее в заточение на один из находившихся перед городом островов. Так же поступил он и с братом его Иосифом, достоблаженным старцем Платоном и многими иными студийскими иноками. Между тем до царя дошла вещь о том, что на фраке напали варвары и опустошают ее. Царь немедленно приготовился к войне, но он желал одолеть не столько врагов, сколько преподобного Феодора, и, идя с войском против скифов, отправил к Феодору посланцев, стараясь посредством то ласкательства, угроз, привести его к единомыслию с собою. Феодор отвечал на это. Царь, тебе нужно каяться в содеянном прегрешении и исправлять то, что ты разорил, и затем уже идти на войну. Но так как ты этого не сделал, то всевидящее око ныне через меня недостоинного так тебе предвещает. Знай, что ты не вернешься с пути, в который ты направляешься. Царь не придал никакого значения словам святого, но еще более прогневался на него и грозился, что по возвращении с похода причинить святому еще много зла. Но Никифору не пришлось возвратиться, ибо, согласно предсказанию святого, он был убит варварами. После него вступил на царство сын его, Ставрикий, но и тот вскоре умер от раны, полученной на войне, который участвовал вместе со своим отцом. Посмертливо был избран на царство Михаил, который тогда был в чине Киропалата. Михаил I ранграф в своях в Ставрике, царство с 811 по 813. Киропалатами назывались в президентийском дворе начальники дворцовой стражи. Человек поистине достойный царской власти, добрый и православный. Приняв власть, он снова возвратил из-за точения преподобного Феодора и бывших с ним его единомышленников, почтил их подобающей чести и прекратил церковный раздор. Иосиф же снова, как негодный член, был отлучен от церкви. Вскоре после этого святой и достохвальный Платон отошел ко Господу. 814 год. Патриарх, услыхав о его представлении, со всем клиром своим пришел в студийский монастырь и, облабызав святые его мощи, предал их честному погребению. Преподобный же Феодор после представления своего духовного отца Платона только два года прожил со своей братьей в покое. По истечении этого времени снова на него и на всю Христову церковь обрушилась лютая буря от нечестивого льва Арменина, который первоначально служил воеводой и благочестивого царя Михаила. Будучи послан на восток против варваров, он собрал там большое войско и, возгордев, восстал на своего благодетеля царя Михаила. Лев Арменин привлек на свою сторону всех находившихся в подчинении у него сановников и воинов и одних обещаниями, других подарками, третьих иными ласкательствами привлек на свою сторону и провозгласил их помощью себя царем. Узнав о том, благоверно царь Михаил немедленно переменил царскую бодреницу на иноческую властеницу, избегая междоусобной войны и, уступив царство своему врагу, сам воспринял иноческое житие. Приняв царскую власть Лев Арменин, сначала казался благоверным и скромным, пока не укрепился на царском престоле и не собрал около себя сообщников своего нечестия. Вслед за этим он начал произносить хулы над святыми иконами и укорять почитающих их, называя их неразумными. Его нечестие обличал патриарх и вел с ним на основании священного писания спор о святых иконах, но он не имел никакого успеха, а только возбудил безумного царя к еще большей ярости. Лев Арменин призвал всех известных священников, иноков, патриарха, а вместе с ними и блаженного Феодора явно обнаружил перед ними свою злобу, хуляя и укоряя почитающих честные иконы, а иконоборцев восхваляя. Не древний ли закон, написанный перстом Божиим, говорил он, заповедовал не служить делу рук человеческих, не сотвори сказанно себе кумира и всяческого подобия? И так не подобает поклоняться иконам, которые делает рука человеческая? Как можно на иконе написать неописанного, на небольших досках помещать невместимого и называть именем Божиим, изображенного красками? Святые отцы всячески оспаривали пустые речи императора иконоборца, отвергая его хульные слова и говоря, если закон, данный через Моисея, мы всецело станем удерживать, то напрасна будет христианская вера наша, напрасна и апостольская проповедь, напрасными останутся и все божественные предания святых отцов, и будет отвергнуто, что и вымолвить страшно, самое воплощение владыки, через которое мы познали его человеческий образ и приняли иконопочитание в иконах, почитая того, чье на них изображение. Когда святые так говорили, преподобный Феодор, прекрасно знавший все писание Ветхвойного Завета, дерзновенно спросил царя, с чего царь-то задумал обесчестить образ Христов, вносить в святую церковь такое юридическое мудрование и раздирая ее одежду, сотканную из высшей благодати апостольского и отеческого учения. Ты мудрствовешь на основании Ветхого Завета, но ему ведь положила конец новая благодать, пришедшая через Иисуса Христа. Если нужно хранить Ветхий Завет, которого ты держишься, то нужно и обрезываться, исполнять субботы и все прочее, написанное в нем. Разве ты, царь, не мог того уразуметь, что закон дан был на время и для одного только народа, вышедшего из Египта? Но с появлением благодати тень прекратилась. Да и самый тот закон не везде соблюдает то, что повелевает. Так он повелен не творить подобие, не служить делу рук человеческих, а изображение херувива над хиотом поставил. Разве те херувивы не были делом рук человеческих? Но тем не менее они всеми почитались. Но когда явилась новая благодать, сам Господь, изобразивший на убрусе лицо свое, передал его Авгарю, который, прикоснувшись к нему, получил исцеление от долговременной своей болезни. После всего святой Лука, апостол Господень Евангелист, своими руками изобразил лик Матери Божией и оставил ее сие изображение для последующих поколений. Потом много дивных чудес совершилось от появившейся свиники нерукотворенного образа Спасителя и, являемая иными святыми иконами чудотворения, не светлее ли солнце показывает, что им приличествует воздавать должное почитание. Но царь, не внимая речам преподобного, сказал, «Я не желаю изображать красками невидимое и непостижимое божество». Феодор отвечал, «Царь, ведь и мы не описываем божество, но исповедуем и веруем, что оно неописуемо. Иконописанием же мы изображаем восприятую от нас плоть Сына Божия, ей мы и поклоняемся, и почитаем». Когда преподобный отец говорил с ей многое другое на основании божественного писания и отеческих преданий и заобличал царское заблуждение, царь, исполнившись яростью, с гневом, сказал преподобному, «Я знаю, что ты всегда говоришь необдуманно и что ты человек сварливый, гордец и сопротивник для всех. Вот и теперь ты пришел злословить и хулить меня, беседуя со мной не как с царем, но как с одним из простолюдинов. За это ты заслуживаешь многих мучений. Но до времени я буду щадить тебя, пока не обнаружится сильнее, очевиднее, что наше мудрование справедливо. Если ты не покоришься после того, то получишь за свое безумие и сопротивление достойное наказание». С этого времени преподобные отцы ничего не пожелали говорить царю, рассуждая самим уже собою. «Что мы будем говорить, столь развращенной и нежелающей исцелиться душе?» Блаженный же Феодор, восприявший меч духовный, так отвечал царю. «Царь, пойми и уразумей, что не твое дело рассматривать и исследовать церковные постановления. Твоей власти свойственно обсуждать мирские дела и ими управлять, а дела церковные подведомственны святителям и учителям церковным. Тебе же приказано только следовать им и повиноваться. Так и апостол сказал. Положи Бог в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, третьих учителей, а не царей. И в других местах Священное Писание повелевает церковными делами управлять церковным учителям, а не царям. Царь спросил преподобного. «Итак, не изгоняешь ли ты меня из церкви?» Преподобный отвечал. «Нет, не я, но предания божественных апостолов и святых отцов изгоняют. Если и ангел с неба благовестит вам, что святой вере противно, да будет анафема. Если ты желаешь вместе с нами, поклоняющимся иконе Христовой, оставаться внутри Христовой Церкви, то следуй патриарху и существующему при нем Честному Собору». При этих словах царь пришел в еще большую ярость и с бесчестием прогнал всех от себя. Вышедшие от царя, изгонные преподобные отцы вместе с патриархом обступили блаженного Феодора, восхваляя его устами и вместе душами за то, что он с большим благоразумием и мужеством сопротивлялся мучителю и сильно посрамил его, смело изобличив его нечестие. Когда они расходились по домам, от града начальника вышло приказание, чтобы никто не беседовал, не совопросничал о вере, но чтобы все исполняли то, что повелевает царь. Посланные с этим распоряжением дошли и до блаженного Феодора. Он же, услыхав этот указ, отвечал им, «Сами рассудите, справедливо ли слушать вас больше Бога? Лучше пусть отрезан будет язык мой, чем я буду молчать и не защищать истинную веру». И преподобный поучал всех непоколебимо содержать святую веру, одних призывая к себе, другим сам приходя, а в третьем посылая письма и так подкреплял изнемогающих духом. Часто он приходил к патриарху, являясь для него добрым советником и утешал его, так как видел его скорбящим и болезнующим душою. «Отче, не скорби», — говорил он ему, «веруй, что Господь не оставит нас. Он не попустит испытания выше нашей силы и не даст злу возобладать нами. Если враг и воздвиг гонение на церковь, то в непродолжительном времени скорбь обратится на его же голову. Ты знаешь слово Господне? Нужда есть прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Сколько ересей со времен святых апостолов и до настоящей гнии воздвигали развращенные умом люди на церковь, сколь много страданий потерпели от них бывшие раньше нас святые отцы. Но церковь оставалась непреоборимой. Пострадавшие светло прославлены и увенчаны, а ересейки восприяли по делам своим. Слушая это, патриарх и все отцы собора ободрились и готовы были претерпеть все скорби за православие и не повиноваться нечестию. По прошествии немного времени святейший патриарх Никифор был неизвержен злочестивым царем с патриаршего престола и извинен из Константинополя. Святой патриарх Никифор, исповедник, был сослан 1 марта на остров Проконсис. Тогда представилось страшное зрелище. Осуждены были также на заточении и все православные архиереи. Тогда представилось страшное зрелище ужасного кощунства, которое учиняли нечестивые иконоборцы. Одни святые иконы они выбрасывали на землю, другие сжигали, третьи намазывали калом и учиняли многие другие бесчинства. Видя такое злодеяние, преподобный Феодор глубоко скорбел и, удивляясь Божьей долготерпением, говорил со слезами, «Как земля носит такое беззаконие!» Но не желая оставаться Бога почитателем в тайне и в молчании оплакивать таковую напасть, он приказал при наступлении верного воскресения «Братья, взять в руки святые иконы и ходить кругом монастыря, высоко неся иконы над собой и велегласно воспевая, «При чистому твоему образу поклоняемся благие» и другие победные песни в честь Христа. Узнав об этом, царь снова послал к святому, запрещая ему такие действия и угрожая, что в противном случае ему предлежат заточение, раны и смерч. Святой же не только не переставал утверждать верующих в иконопочитание, но еще более укреплялся в своем мужестве, открыто наставляя всех держаться православной веры и воздавать должную честь святым иконам. Тогда царь, убедившись, что невозможно ни ласкательством, ни угрозами остановить мужество и ревности преподобного Феодора, осудил его на заточение. Преподобный же позвал к себе всех своих учеников и, преподав им душеполезное поучение, сказал «Братья, пусть каждый из вас ныне спасает свою душу по своему усмотрению, так как ныне время лютое». Затем, скорбя и плача, он покинул рыдающие по нем братья и, севши на корабль, был увезен во Вполонию и заключен в темнице в крепости, называемой Митона. Но и там он получал всех благоверию. С одними устно беседуя к другим, посылая письма. Письма его дошли до самого царя. Последний снова послал некого Никиту, сына Алексеева, с приказанием отвезти святого в более отдаленное место, именуемое Ванита, и, заключивши его там в темнице, зорко наблюдать, чтобы он там никогда ни с кем не разговаривал и ничего не писал относительно иконопочитания. Никита, пришедший к преподобному, сообщил ему о царской воле. Преподобный отвечал, «Я с радостью принимаю сей переход с места на место, так как у меня нет настоящего места жительства в этой жизни. Но куда я буду приведен, там и есть мое место, ибо повсюду земля Божия. А молчать и не учить о православной вере я не могу, и вас в том не послушаю, и угроз ваших не устрашусь». Итак, святой, будучи приведен на упомянутое место и заключен в темнице, и здесь ревностно исповедовал православие. Царь, узнав, что Феодор ни в чем не покоряется его воле, распалился сильным гневом и отправил того же самого Никиту с повелением подвергнуть преподобного жестоким мучениям. Никита, пришедший, возвестил преподобному о царском повелении. Преподобный же, вслед за сообщением последнего, стал совлекать в себе одежды со словами «Я издавна желаю пострадать за святые иконы» и предал свою плоть на мучения. Никита, будучи человеком сострадательным, увидал обнаженные плоти его истощенные постом и непрерывными подвигами, умилился душою и не осмелился коснуться до него, его боялся Бога и ушел, не причинив никакого зла святому. Последний же продолжал повсюду распространять свое православное учение, ибо и стражи благоговели перед ним и не могли воспрепятствовать ему в том, что им с угрозой было приказано возбранять Федора получать кого бы то ни было в православии. Он писал также к своим ученикам, рассеянным по различным странам. О них он особенно заботился, наставляя их, дабы они безбоязненно соблюдали истинное исповедание веры, если и бесчисленные множества раз жестоко пострадают. Он напоминал им, что недостойные страдания нынешние незначительны, ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, которую получат все истинные мученики Христовы. Он писал также и к святейшим патриархам, к патриарху Древнего Рима, к Иерусалимскому, к Александрийскому, пасхалий святой, бывший римский папою, 817-824, иерусалимский Фома I, умер после 820-го, александрийский патриарх Христофор, 805-836, уведомляя их подробно о том, как были поруганы в Византии святые иконы, и как православные содержатся в заточении и темницах, и истина принесена в жертву лжи. Иоанн просил у них помощи для православной веры. Многие приходили к находящемуся в темнице преподобному послушать сладостного его учения и возвращались со многой для себя пользою. Однажды случилось, что святого посетил некий клирик Осийской церкви, проходивший мимо. Этот последний успеха в его учении о православной вере немедленно отвергнул иконоборческую ересь и поклонился святым иконам. Вернувшись домой, он не пожелал иметь общение с своим епископом-еретиком. Он, увещевая другого клирика своего друга, обратил его к православию и отвратил от общения с еретиками. Епископ, узнав, что Феодор является виновником означенной перемены его клириков, сообщил об этом в письме царю, жалуясь на Феодора. Царь же снова повелел Осийскому полководству подвергнуть Феодора жесточайшим побоям. Воевод отправил одного из своих подчиненных с приказанием «Да, Феодор, пятьдесят ударов!» Когда же сей последний пришедший к Феодор сообщил блаженному о причине своего прихода, то Феодор снял пояс и одежду, добровольно подставляя свои плечи для ударов и говоря, «Для меня вожделенно было бы с теми ранами ставлечься из самого тела, дабы скорее отойти обнаженной душой к Господу». Он же, устыдившись святого, поклонился ему, прося прощения, и ушел. Потом пришел иной посол от царя по имени Анастасий, весьма жестокий и немилостивый. Избив святого своими руками, нанесший ему до ста ударов, он заключил его в темницу. Также он поступил из всего учеником по имени Николаем, который всегда следовал за своим наставником и был участником его страданий. Избивший Николай Анастасий запер и его вместе с Феодором, причем отдал приказания стражам, дабы они строго содержали их в суровых лишениях и удалился. Нельзя и передать словами того, какую скорбь претерпел преподобный всем темном затворе. Его вплоть, истощенная от поста и иноческих подвигов, стала гнить и издавать смрад. К тому же и самая темница была наполнена нечистотой и пылью. И в течение зимы преподобный замерзал в ней от стужи, так как не имел даже необходимого одеяния, но лишь одно худое рубище. Летом же он изнемогал от зноя, так как ветер ниоткуда не проникал в темницу и не освежал ее. При этом в темнице было безмерное множество нечистых насекомых и гадов. Да и стража, получив приказание, с угрозой стала относиться к нему жестоко и немилосердно. Она обижала и укоряла его, называя безумцем и врагом царя. В окон собросали Феодору и его ученику лишь по небольшому лампю хлеба и подавали немного воды. И то не всегда, но через день или через два, иногда же по прошествии многих дней. И так морили их голодом и жаждою. И сказал преподобный Феодор ученику своему, «Сяда, я замечаю, что все люди не только многими побоями и сей тяжкой темницей, но и голодом и жаждой желают уморить нас. Но возложим надежду на Бога, который не одним хлебом, но и наилучшей некоторой пищей умеет питать мановением, которого держатся все живущее. Для меня же от Селеда послужит пищей для тела и для души причащение владычного тела». Преподобный везде имел при себе частицы животворящего тела, напоенные кровью Христа Господа, которую он запасал при совершении божественного таинства, когда-то было возможно для него. «Только Сим, говорил он, пускай буду я причащать и не вкушая ничего другого, а подаваемый для обоих нас хлеб, пускай будет для тебя одного та же и вода. Ты и сам видишь, что нам подают хлеба очень мало и два достаточно тебе одному для подкрепления тела. Лучше ты останься жив и возвести братья о моей кончине, если такова будет воля Божия, чтобы я скончался в этой полной лишении тесноте». По прошествии некоторого времени тот, который исполняет всякое животное благоволение, не оставил без помощи своего угодника умиравшего от ужасного голода, но промыслил о нем таким образом. Некий царский вельможа, проходя мимо того затвора, разузнал все относительно святого, какое он терпит притеснение и голод. Бог склонил сердце вельможи к милости, и он приказал сторожам, дабы они давали Федору и ученику его достаточно пищи, чтобы вообще вперед не причиняли им зла и притеснений, но позволяли им жить несколько отраднее. Таким образом, несколько освободившись по благоволению Божия от многих вышеупомянутых скорбей, они окрепли телом. Но и после того святой отец продолжал бороться со многими напастями, так как у него был больной желудок, и он был подвержен сильному недугу. Как святые угодники Христова прожили в темнице более трех лет, принимая от сторожей плохой хлеб, так, да и то с укором и ругательствами. Все же сиянии претерпевали ради православия с радостью. Не успели еще отправиться они от скорбей и болезней, каким суждено было подвергнуться новым скорбям, еще более тяжелым. Неизвестно, откуда в руки царя попала некая грамота блаженного Федора, в которой изложено было обличение нечестия царя и наставление верующего в благочестие и православие. Прочитав эту грамоту, царь воспылал еще сильнейшей яростью и отправил к Федору некоего безжалостного воеводу, показал ему ту грамоту и спросить, принадлежит ли она ему, и бить его даже до последнего издыхания. Воевода пришедший показал грамоту блаженному, а последний действительно удостоверил, что сия грамота его, а не кого-либо другого. Тогда воевода немедленно приказал бить прежде всего ученика его Николая, распростершие его ноги по земле, так как он от леса Федора писал это письмо. Потом раздевший преподобного Федора беспощадно бил его и изранил все его тело и едва не сокрушил самих костей. Оставив его еле живым, воевода снова пришел к ученику его Николаю, то убеждая его ласкательствами, то угрожая, дабы он отказался поклоняться святым иконам. И так, как тот оставался верным православию, снова стал бить его больше прежнего и оставил его на ночь в холоде ноги, дабы он вдвойне подвергся мучениям, ибо тогда был февраль месяц. Преподобный же Федора жестоких побоев впал в болезнь с трудом переносимую и лежал как мертвец, едва имея возможности дышать, не принимая ни пищи, ни питья. Николай, заметив своего наставника столь обессилевшим, забыл о себе, хотя и сам отран переносил ужаснейшие страдания, и заботился о выздоровлении Федора. Выпросив ячменного напитка, он смачивал им пересохший язык преподобного и, подавая немного питья, оживлял его, заметив, что преподобный понемногу приобретает жизненную силу, он начал лечить остальное загнивающее его тело. Многие части тела его посинели, согнившие и висевшие совершенно негодными, он отрезал небольшим ножом и выбрасывал, дабы успешнее залечивалась оставшаяся плоть. Когда же преподобный стал понемногу выздоравливать, он также врачевал своего ученика. Между тем, как святые в течение девяносто дней так страдали, еще не оправились вполне от ран, от царя явился другой суровый бесчеловешный посланник, которому повеленно было отвезти Феодора и ученика Ау Николаев в Смирну. Сей посол был сребролюбив и подумал, что Феодор с приходящих к нему для поучения брал золото, приказал вследствие сего обыскать в темнице все скважины, разломать стены и вынести земли в надежде найти золото. Но не нашедший ничего, он с особенной жестокостью стал приводить в исполнение повеления царя. С ругательством и толчками изводя преподобного и ученика его из темницы, он передал их воинам и они таким образом поведены были в Смирну. Блаженный же, хотя телесная сила его и ослабевала, но укрепляемый Богом шел с безжалостными воинами. В течение целого дня они без отдыха его вели, а на ночь привязывали за ноги к дереву. Таким образом он с трудом едва дошел до Смирны, где был отдан мужу злобному и поборнику нечестия. Последний запер Феодора в низкой и темной хижине, с ним заперли ученика его Николай, и таким образом блаженные рабы Христовы страдали вместе. Вскоре царя снова пришел вышеупомянутый безжалостный Анастасий и вновь нанеся преподобному сто ударов удалился. Преподобный же все сие претерпевал с благодарением. В то время в Смирской области воеводовый был царский племянник и единомышленник, который впал в жестокий неисцелимый недуг и находился при последнем издыхании. Один из его слуг, державшийся православного учения, пришел к болящему и сказал ему, что преподобный Феодор имеет от Бога благодать исцелять всякие болезни. Тот немедленно отправил к преподобному своих слуг с просьбой помолиться о нем Богу и освободить его от приблизившейся уже смерти. Преподобный отвечал посланным, скажите пославшему вас, Феодор говорит так, памятуй, что ты будешь отвечать перед Богом в день твоей смерти за свою нечестивую жизнь и за то зло, которое ты причинил православным. Ко многим иным твоим беззаконием ты присоединил еще и то, что подвергнул моих иноков неисчастливым бедствием и в мучениях убил великого в добродетелях Фаддея. И вот он ныне радуется со святыми, тебя же кто спасет от вечных мучений, по крайней мере при кончине покаясь о своих злодеяниях. Посланы возвратившись передали все слова Феодора болящему воеводе. Последний весьма испугался, размышляя о содеянных им злодеяниях и снова отправил преподобному послов и спрашивая прощения и давая обещание принять православную веру, если он восставить его своими молитвами от одра болезни. Преподобный отправил к воеводе икону при чистой Божьей Матери, приказывая ему в течение всей его жизни сохранять ее при себе с благоговением. Воевода принял ту святую икону, получил облегчение в болезнях и стал выздоравливать. Но вскоре под влиянием смирского епископа бывшего еретиком он обратился к прежнему своему зловерию. Получив от последнего елей как бы благословение себе, он помазался им в надежде на полное выздоровление, но после этого к нему снова возвратился прежний недуг. Узнав об этом, преподобный предсказал лютую смерть грешнику, что и сбылось, ибо он вскоре погиб мучительной смертью. Преподобный же Феодор, страдая в затворе, претерпевал заключение в Смирне в течение полутора лет. После чего злощастливый царь Лев Арменин был насильственно лишен жизни, будучи убит своими воинами, а после него царский престол получил Михаил по прозванию Травлей, он же Иволвоз, косноязычный, царство с 820 по 829 год. Этот император, хотя и был нечестив, тем не менее не подвергал гонению православных, но предоставил каждому веровать так, как кто желает. Поэтому при нем все отцы и исповедники православия были освобождены от заключений, выпущены из темницы и возвращены из изгнания. Тогда преподобный Феодор получил облегчение в своих страданиях. И пришли к нему некоторые из прежних его учеников, между которыми находился с юных еще лет преуспевший в добродетелях Дорофей, затем Виссарион, Иаков, Домитиан, Тимофей и многие другие отличившиеся благочестивой жизнью и горячей неизменной любовью к отсутствовому духовному Феодору. От царя Смирну пришло приказание, дабы и Феодор, как и остальные, был отпущен в свою обитель. Когда блаженный возвращался из оточения, православные повсюду встречали его с радостью, предупреждая друг друга и стараясь принять его в свой дом, дабы сподобиться его молитв и благословения и насладиться сладостными его поучениями. Вся церковь радовалась возвращению Феодора, и все ублажали его, как человека, столь много пострадавшего за святые иконы и своим учением утвердившего всех в православии. На возвратном пути преподобный прибыл Халкидон, чтобы повидать со блаженным инаком Феоктистом, который некогда почтен досаном магистрианским и, утешившись с ним духовные беседы, отправился посетить своего сострадальца, святейшего патриарха Никифора, словно на заточение за счастливым царем львом армянином. Название магистра означало при византийском императорском дворе одну из высших придворных должностей, с которой соединялось звание более высшее, чем патриция. Насладившись духовной беседой с ним, преподобный удалился в крест кентьевые места и многих обрадовал своим присутствием, преподав душеспасительные наставления. Вторичный, возвратившись оттуда к патриарху, он с ним и с прочими епископами отправился к царю и увещевал принять православие. Но тот, будучи неразумным и ненаученным Слову Божию, не внимал речам святых оттов и только сказал им следующее, «Я вам не возбраняю делать, что вы желаете, только не позволю ставить икон в царствующем граде, но в ином месте пускай ставят их для себя, кто где хочет, я же не желаю поклоняться иконам». Когда он сие в безумии изерек, преподобные отцы удалились из Византии. Преподобный Феодор со своими учениками поселился в местах кресткентьевых. Спустя немного времени во время войны возбужденный неким Фомою, пожелавшим присвоить себе царскую власть, у святого явилась необходимость вновь с братьями явиться в Константинополь. В декабре 1821 года самозванец Фома, назвавший себя сыном императора Константина Шестого, еще к концу царствования льва Арменина провозглашивший себя императором Малой Азии, подступил к Константинополю. Опасаясь, как бы православные не перешли на его сторону, Михаил Косноязычный обещал созвать собор для примирения с гонителями святых икон. По этому случаю Феодор студит явился в Константинополь, но собор не состоялся, так как самозванец был убит своими же сообщниками и опасность для императора миновала. По окончании войны святой, не желая жить среди народа, зараженного иконоборческой ереси, снова удалился оттуда. Выйди из Константинополя, он не пошел в крескентиевые места, но поселился в Акритовом Херсонесе, где находилась церковь во имя святого Трифона и здесь вместе со своими учениками проводил в благочестивых подвигах богоугодную иноческую жизнь. Немного поживший в таком жизни со своими возлюбленными друзьями, преподобный приблизился к блаженной кончине своей, имея 67 лет от роду. Перед Констиной в ноябре месяце он подвергся жестокому недугу и ужасно страдал желудком. Известие о том, что блаженный Федор болен и приближается к смерти, распространилось повсюду. Тогда к нему стало стекаться множество благочестивых христиан, приходивших из сарствующего града, из различных окрестных селений, дабы или послушать преподобного за беседой и насладиться последними его словами, или хотя бы взглянуть на него, отходящего к Богу. Считали за великую пользу даже только то, чтобы к нему приблизиться, ибо этот дивный муж был сладостен словом, премудр разумом и украшен всеми добродетелями. Когда блаженный лежал в постели и весьма изнемогал от предсмертной болезни, он тем не менее, насколько было возможно, вел с учениками душеполезные беседы. Но из речей его можно было расслышать лишь немногое, потому что язык пересыхал у него от болезненного жара. Поэтому один из скорописцев, сидя вблизи и слушая, записывал его слова, дабы все, кто пожелал бы узнать их, могли бы прочесть для своей пользы душевной наставления блаженного. Во время беседы преподобному стало легче, так что он даже встал на ноги и начал ходить. В воскресный день, придя в церковь, он совершил божественную литургию, сказал братьям поучение и вкусил вместе с нею от трапезы. Рано утром и утром 6 ноября, в день памяти святого отца нашего Павла исповедника, он совершил церковь божественную литургию, сказал братьям поучение и был в тот же день на новичерне. Затем, войдя в келье, он лег на постель и снова сильно заболел. Он болел в продолжении четырех дней, а на пятый наступил конец его болезни, а безболезненной жизни начало. Когда преподобный приближался к представлению, к нему собралось множество братьев, и они плакали о нем, как о своем отце и учителе. Заглянув на них, он немного прослезился и сказал, отцы и братья, вот приспел конец моей жизни, мы все должны испить эту общую чашу, одни раньше, а другие позже. И все же мы не минуем того часа. И вот я ухожу путем, коим отошли наши отцы, туда, где жизнь вечная, а наипаче, где Господь и Бог, которого возлюбила душа моя. Его я от всего сердца возжелал, его я назвал сарабом, хотя и не исполнил своего ему служения. Вы же, братья моя и любимые чадо, оставайтесь верны словам моим, которые я предал вам, содержа правую веру и благочестивую жизнь. Вы знаете, что я не переставал возвещать вам слово Божие и наедине, и в собрании всех. Ныне же я усердно умоляю вас, имейте его в вашем уме и сохраняйте, потому что у меня есть забота о вас, как у желающего дать о вас отчет. Посему и вы заботитесь, дабы непорочными отойти отсюда. Я же, если обрящу дерзновение перед Господом, обещаюсь молиться за вас, дабы ваш монастырь пребывал всегда в наилучшем состоянии, и дабы каждый из вас с помощью Божьей имел большее преуспеяние в добродетелях. Сказал это, и простившись со всеми, он приказал ученикам взять в руки свечи и начинать отходную. Ученики, ставшие кругом постели, воспели блажение непорочное в путь ходящее в законе Господне. И когда воспевая произнеслись ей слова «Вовек не забуду оправданий твоих, яков них оживил меня». Преподобный Феодор вместе с ими словами предал Богу свою святую душу. Примем ее ангелы Божьи понесли к престолу Владычному, как сие явно обнаружилось из неложного свидетельства преподобного Илариона Далмацкого. Преподобный Иларион Далмацкий умер в 845 году, памятью 6 июня. Преподобный Иларион в тот самый день, когда представился Феодор, то есть 11 числа ноября, в день памяти святого мученика Мины, ходил по винограднику и занимался работой с пением псалмов Давидовых. Вдруг он услыхал некоторые причудные голоса и обонял неизъяснимое благоухание. Он удивился и остановился, разыскивая, откуда это раздается. Забернув вверх, он увидал бесчисленное множество чинов ангельских в белых ризах, сияющих светлыми лицами и идущих с неба с песнопениями навстречу некоему достопочтенному лицу. Увидав это, блаженный Иларион в сильном ужасе упал на землю и услышал кого-то говорившего к нему, вот душа Феодора Игумена Студийского монастыря, много пострадавшего за святые иконы и до конца оставшегося твердым в скорбях, ныне же душа усопшего торжествуя восходит в горе, стретаемое небесными силами. Это видение блаженный Иларион сообщил и прочим добродетельным отцам. Они записали день и час бывшего видения и спустя несколько времени узнали, что в то именно время приставился достохвальный Феодор Студийский и перешел от земли на небо. Преподобный отец наш Феодор про своей жизни и по смерти совершил много чудес, о которых, о некоторых из них передадим здесь ради пользы душевной. Некий странноприимец Леон приютил в своем доме для отдыха преподобного Феодора в то время, когда последний возвращался из заточения. Впоследствии этот Леон нашел своего сына невесту. И вот когда уже готовилось бракосочетание, невеста внезапно впала в тяжкий недуг и лежала охваченной сильным жаром, так что все отчаивались за ее жизнь. Леон он же послал к преподобному, сообщая о случившемся и умоляя, дабы он помог им своими молитвами. Благословив Елей, преподобная отправила его к Леону, повелевая помазать этим Елеем больную. Когда это было сделано, невеста немедленно встала здоровою, как бы никогда ранее не болела. Тот же самый Леон, отправляясь некогда по нужде один в отдаленное селение, встретил на дороге рысь, которая, заметив его, кинулась в намерение его растерзать. Громко призвал Леон имя преподобного отца Феодора, и вот зверь, услыхав имя святого, остановился и наклонился к земле, свернул с дороги и пустился бежать. Леон же, нетронутый зверем, продолжал путь свой. Некая женщина, страдавшая нечистым духом, приведена была к преподобному. Нечистый дух настолько мучил ее, что она сама, не чувствуя боли, грызла и ела свою плоть. Видя такое ее страдание, преподобный сжалился над ней, сотворил своей рукой крестное знамение на ее голове и прочел над ней запретительную молитву. И немедленно нечистый дух вышел из нее, и изгнанный молитвою преподобного быстро исчез. Другая женщина изнатного рода рассказывала после представления преподобного Феодора блаженному игумену Сафронии следующее. Случился рассказывал на некогда пожар в моем доме. Огонь охватившися со всех сторон, сжигал шумом все, что было в нем, и мы не могли ни водой, ни иным каким-нибудь способом подавить силу огня, и не думевали, что сделать. Тогда я вспомнила о находившемся у меня письме преподобного Феодора, которое немного раньше перед тем он писал ко мне. У меня явилась мысль бросить его в огонь. Не устыдится ли он сколько-нибудь писания, начертанного святой рукой Феодора, и не укротит ли оно хотя немного пламень? Поступив так, как помыслила, я бросила сию грамоту в пламень и сказала, святый Феодор, помоги мне, рабе твоей в беде находящейся. И в тот же час мы заметили, что свирепая сила огня ослабела, угасла вышеупомянутый Сафроний, он был угуменом студийского монастыря обители с 851 до 854 годы. Повествует и о другом подобном же событии. Шли мы, говорил он с блаженным Николаем, учеником и сострадавцем великого Феодора в Пафлагонию. Во время пути с наступлением вечера мы опочили на некоем поле, на котором лежало много скошенного сена. Там же находились и какие-то воины, которые, идя тем же путем, временем остановились на том же поле и разведший костер готовили себе ужин. После этого ночью костер как-то незаметно разгорелся и незаметно превратился в сильный пожар, уничтоживший все сено. Воины, поспешно проснувшись, все набросились на нас, думая, что это мы подожгли и уже хотели наложить на нас руки и мучить нас. Мы же, недоумевая, как поступить, призвали на помощь великого Феодора со словами преподобный отче, помоги нам и твоими молитвами избави нас от напасти несправедливо наносимой нам. Когда мы это говорили, внезапно пошел обильный дождь и совершенно погасил все пожарище. Воины, увидав это чудо, стали кроткими и, преподая, к нам просили прощения. на острове Сардинии был некий благочестивый муж, который, имея при себе предписанные творения преподобного Феодора, переписанные, прилежно прочитывал их. Он любил также и составленные тем святым отцом песнопения, воспеваемые великим постом, которые называются триодями или трепестницами. К этому мужу зашли проходившие мимо по дороге некие нечестивые иноки и проживали у него во время поста. Увидев составленные преподобным Феодором песнопения и поучения, последние стали хулить, их говоря, что они составлены несогласно с разумом и полны безумия. Благочестивый же тот муж, приютивший их, от их бесед развратился и уже более не прочитывал полезных поучения преподобного и не имел за утренним пением составленных преподобным три песенца, какие имел обыкновения петь раньше. Когда он так развратился, одна же ночью ему явился преподобный Феодор, небольшого роста, каким он был при жизни, с благородным лицом и лишенные волос головою. След за этим шли и другие иноки, держа в руках жезла, с которым он приказал бить этого соблазненного нечестивыми иноками мужа. В то время, как его били, преподобный говорил, зачем ты по неверию отвергнул мои творения, которые ты прежде любил и почитал? Почему ты не рассудил того, что если бы церковь Божия не видала от них пользы, то и не приняла бы их? Ведь они составлены не по ухищеренному лжесловесию, не по викисту речи, но во всем содержат здравые и смиренные слова, могущие привести в сокрушение сердца и умилить душу. Они сладостны и полезны для тех, кто поистине желает спастись. Наказав так согрешившего, преподобный Феодор удалился. Когда наступил день, муж тот лежал в постели больным от полученных им ударов со множеством синяков на теле, которые он, рассказывая о постигшем его наказании, всем показывал. Поспешно он узнал затем из своего дома тех соблазнивших его иноков, как виновников этого его прегрешения и такого наказания. С того времени он приобрел сильнейшую, чем ранее, веру в преподобного Феодора и с любовью прочитывал творения и песнопения им составленные, умоляя его простить ему прежнее согрешение. Многие исцеления даровались и от гроба преподобного. Однажды к его гробу пришел некий бесноватый. Ночью в видении ему явился преподобный и даровал исцеление, сделав его здоровым. Человек тот, проснувшись, ощутил себя освобожденным от вражеского мучительства и прославил Бога и его угодника преподобного Феодора. Некоторый человек съел отравленную пищу, заразил отравой все свои внутренности и уже приближался к смерти. Когда же он влил себе в рот елея из лампады, находившейся при гробе преподобного, то немедленно извернул тот смертоносный яд, получил здоровье и остался невредимым. Еще один сильно страдал желудком, но когда он только взглянул на икону преподобного Феодора и призвал его имя, то немедленно исцелел. Еще один муж, одержимый каким-то страхом, находился в состоянии безумия, боясь и ужасаясь всех. Будучи приведен к гробу преподобного и помазан маслом, он внезапно избавился от этого страдания и получил здравый рассудок, воздал благодарение Богу и его угоднику. Много и иных чудес по молитвам преподобного Феодора совершилось при его гробе во славу единого в Троице Бога. Ему же добудет от нас честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь. Аминь.